Возможно, ты уже даже забыл о существовании самых настоящих радужных друзей! А что, если я тебе скажу, что эти радужные друзья превратились в настоящих мутантов? Хочешь узнать, как это было? Смотри видосик очень внимательно! Пожалуйста, я не знаю, кто ты и чего ты хочешь, но не делай этого. Я думаю, что этому синему радужному другу точно не поздоровится! О, боюсь, я должен это сделать, Блук. Подожди, это же красный ученый? Ну, такое чувство, как будто бы он нифига не красный. Ой-ой-ой, зачем ты открыл эту лаву? И кажется... Точнее, кислоту. Что это за штука? И кажется, синий сейчас просто в нее упадет. Ох, не хотел бы я оказаться на его месте. Маленькая химическая смесь, приготовленная специально для тебя. Наслаждайся. Угу, наслаждение уровень 100. Капец! И сейчас он будет просто мутировать. Оу, он стал монстром! Стоп, а почему вместо красного у нас какой-то голубой ученый? Это как-то странно. А еще кажется, вон там в уголочке я спадил фиолетового монстра. Только он какой-то грустный. О, это нехорошо, нехорошо. Ред снова вернулся к своим злым экспериментам. Да, уже... Стоп, это что, уже не в первый раз такое, что ли? Ой-ой-ой, о предыдущей части я как-то немного пропустил. Что больше этого не допустим. Он превратил Блу в какого-то уродливого монстра. А что с ним вообще случилось? Я должен сказать об этом остальным раньше. Капец! И кажется, сейчас синий радужный друг стал нифига не другом. Чувак, беги быстрее, всем рассказывай! Это было близко к истине. Мне чуть не конец. Да, мне кажется, что ему сейчас точно не поздоровится. Он сразу прибежал к оранжу. Боже, фиолетовый. Ты можешь найти более тактичный способ разбудить парня ото сна. Чувак, ему сейчас вообще нифига не до этого. Он должен тебя предупредить, что синий стал реальным монстром. Ты же знаешь, каким я бываю раздражительным. Да, это мы уже заметили. Не надо. Нам нужно убираться отсюда, чувак. Блу превратился в гигантского свирепого зверя, и он будет здесь с минуты на минуту. Держись. Ты же знаешь, что утром я бесполезен. Кажется, оранжевый ему просто не верит. Боевкусные угощения. Я серьезно. Нам нужно идти прямо сейчас. Вам нужно спасаться! Фиолетовый? Да уж, он ему точно не поверил. И это было зря. Чувак, беги! О, это был оранжевый! Капец! Он стал вообще каким-то тиренозавром! Что? Офигеть! Остались только я и Грин. Я должен спасти его. Грин, а тебе точно нужно спасти! Зеленый? Где ты, приятель? Кажется, он где-то спрятался. Ну или просто из-за того, что он слепой, он просто потерялся! Да, такое у нас тоже, конечно же, может быть. Может быть где-то здесь. И в чем твоя большая идея, приятель? Позволь мне, ТСС, я слышу, как они приближаются. Да-да-да, хорошо, хотя бы зеленый обо всем знает. Надеюсь, то, что он в эту ловушку не попадется. Как ты думаешь, оно нас заметило? Я не знаю. Быстро залезай в эту коробку. Двигайся. Смотри, они начали прятаться под коробку, как настоящие игроки. Такого поворота я не ожидал. Меня здесь раздавило. ТСС. Надеюсь, то, что тебя не спарят. Он прямо на населении. Не шевелитесь! Ты можешь заткнуться? Такое ощущение, что ты хочешь умереть. Чуваки, зачем вы там кричали? Я не понял. Он же вас из-за этого может спалить. Привет тебе. Прекрати возиться с этими коробками и найди остальных друзей. Ух, хорошо то, что этот красный, который не красный, просто взял и отвлек нашего динозавра. И не будет завершена до тех пор, пока пурпурные и зеленые не превратятся в таких же мутантов, как ты. Хорошо, что этот красный не знает то, что эти два монстра прям под этой коробкой. Хорошо, я думаю, это безопасно. Как ты думаешь, в чем заключается план ряда? Я не знаю, но он единственный, кто может обратить вспять эти последствия. А почему эти чуваки просто не могут сбежать с завода и все? Потому что мне на самом деле кажется, что этих двух чуваков уже не спасти. Ну, которые превратились в монстров. Нам нужно загнать его в угол в его лаборатории и заставить исправить это. Да. Вы должны это сделать. Ой-ой-ой, кажется, чуваки спалились. Бегите! Зеленый. Продолжай без меня. Нет, он его поймал, чувак! Найди лекарство, пока мы не застряли вот так навсегда. Капец! Кажется, Фиолетовый теперь должен спасти его! Он его просто взял своими слюнями кислотными! Обхлебал! И он превратился тоже в настоящего мутанта! Эх, ты еще что-то такое! Этот скользкий маленький критянин должен прятаться где-то здесь. Капец! Только я не понимаю, кого он ищет? Теперь я с тобой. Все в порядке, друг. У тебя сейчас нет ни одного из твоих гигантских мутантов. Подожди, это настоящий красный? Или это тот двойник, который превратил всех в мутантов? Чё-то я пока немного не понимаю. Мутантов, чтобы защитить тебя. Ой! Фрэн, что с тобой случилось? О-о-о-о! Красный, кажется, тоже немножко мутировал. Чего? Почему он превратился в настоящий мутантов? Почему ты так поступил с собой? На самом деле, все это сделал я, и Ред получил позас... Эм, а почему у нас два одинаковых монстра? Подожди, а ты кто такой? Я против красный. Считай меня своим новым боссом. Так, подождите, чё-то я тут уже на самом деле немножко запутался. Что вообще здесь происходит? Оу, они поймали фиолетового! Где я? Эй, подожди минутку. Не делай это. Всё не должно так закончиться. Я даже никогда тебя раньше не встречал. Я тебе не враг. Ред... А, стоп. Он чё, он фиолетового даже никогда не видел? А-а-а, это как-то странно. Прекрати процедуру. Опа-на! Я уже своего этого пожалели. Я могу это доказать. Давным-давно первоначальными друзьями Радуги были люди и костюмы. Это мы помним. Но из-за убывающих парусов Ред больше не мог им платить. Я тоже это помню. Это же самая первая история о Радужных Друзе. Знаю все эти вещи. Вот почему мы были им нужны. Мы тоже знаем. Он обманом заставил меня и остальных стать теми ужасными монстрами, которыми мы сейчас являемся. Да, это было очень жутко. Это хорошо. Но это не полная правда. Видишь ли, прежде чем он обратился ко всем вам, он изначально экспериментировал на себе. А-а-а, так вон оно чё. Клонов, которые могли бы выполнять за него весь его тяжелый ручной труд. Нифига себе. Вот как я пришел в этот мир. Идеальная копия. Чего? Ученый сам из себя же сделал клона. Офигеть. О таких поворотах мы с тобой точно не знали. Во многих отношениях, но и полная противоположность. Вот он и запер меня. Он не знал, что со мной делать. Он даже абсолютно других цветов, противоположных. Я, конечно, не мог быть замечен гостями с моим вызывающим видом. Не дай бог, он обневетворение. Я живу своей жизнью в одиночестве, отрезанное от внешнего мира. Но все равно он нуждался во мне. Наука, лежащая в основе полной трансформации тела, довольно интенсивна. Это, конечно, все очень интересно, но можно уже просто приступить к делу. Он нуждался во мне. Наука, лежащая в основе полной трансформации тела, довольно интенсивна. Поскольку я разделял его блестящий ум, мы вдвоем могли решать проблемы, которые он никогда не смог бы решить сам. Без моей проницательности ему потребовалась бы целая жизнь, чтобы понять, как создать тебя. Это те самые превращения! Я умолял его выпустить меня из камеры. В конце концов, я должен снова сделать нас прибыльными. Проведи... Эээ, так, подожди. Зачем нам заново пересказывают эту историю? Че-то я пока что не понимаю. На пороге моей свободы вы все превратили его в такого же друга робота, как и вы. После этого он пришел в ярость. Он пришел ко мне с дьявольскими намерениями в глаза. А, так он, видимо, просто попросил его о помощи! И мы придумаем лекарство. Но его гнев был слишком велик. Он сказал, что если ему придется быть чудовищем, я сделаю то же самое. Так что он превратил меня в еще одного радужного друга, такого же, как он. Это было максимально глупо. Смелыми глазами. Рэй не мог смириться с мыслью, что я каким-то образом больше его. С тех пор меня охватила ненависть. В первую очередь против красных, но также и против всех вас. А как он вообще выбрался из этой тюрьмы? Мне кажется, нам сейчас как раз-таки об этом расскажут. А если ты не хочешь это пропустить и даже досмотрел до этого момента, обязательно поставь лайк на это видео и не забудь написать что-нибудь интересненькое внизу в комментариях под видео. Это могло закончиться много лет назад, но ты должен был потащить красных, а значит и меня вниз вместе с собой. Я бы терпеливо копал туннель в своей камере каждый день, избегая... Он выбрался с помощью туннеля? Я использовал это время для составления заговора, для планирования своей мести. Поэтому, когда я наконец смог вырваться на свободу, я точно знал, что собираюсь делать. Нифига себе, он выбрался прямо на улицу! Офигеть! Он всегда считал меня отвратительным мутантом. Поэтому я решил превратить его и всех вас в настоящих монстров. Аааа, так вот зачем он это сделал! Это просто всё было месть! Отвратительное, отвратительное чудовище, которые повинуются каждой моей команде. Скоро я посажу вас всех в стеклянные контейнеры. Отвратительное, жуткое зрелище для масс. Вместо того, чтобы быть в перчатках, как ты был раньше, тебя будут поносить. Кажется, он из них хочет сделать сейчас какой-то настоящий цирк! Или зоопарк! ...будут визжать и давиться при виде каждого из вас. Ты почувствуешь боль, которую мне приходилось терпеть каждый день моего существования. Да уж, гениально! И самое главное, никто из вас ничего не сможет с этим поделать. Синдром мутанта делает так, что каждый, у кого разум менее мощный, чем у меня. Не столько вот у меня вопросик один появился, а он зачем это всё сейчас рассказывает? Это, наверное, как в настоящих мультиках или сказках, когда злодей рассказывает историю перед совершением своего зловещего плана! ...постояние противостоять моему контролю. И никто из вас не умнее меня. Но сейчас что-то произойдёт. Но есть кто-то такой же умный, как ты. Рэд, ты где-то там. Ты должен сопротивляться. Он просто хочет в красном разбудить настоящего учёного! И я думаю, у него сейчас это получится! Теперь жми на рычаг, и давай закончим с этим. Он не нажмёт! Чувак, ты дура, что ли? Зачем ты нашёл? Ты должен спасти нас. Что ты делаешь, который попал в аварию? Я приказываю тебе. Нет. Всё! Он его больше не слушается! А в кислоту отправляться было необязательно! Воу! Смотри! Что случилось? Кажется, они вернулись! Вы, ребята, вернулись к нормальной жизни. Фух, всё нормально! Но удачи! Ой! Они объединились! О, нет! Кажется, сейчас будет что-то очень опасное! И мы с тобой по-любому посмотрим следующую серию! Только если ты поставишь лайк на это видео, не забудешь, конечно же, подписаться на канал и посмотришь предыдущий видосик! Нажимай на него скорее, ведь он тоже был очень интересный!